Всем поздравить! Та-дам! Здесь сук-поёк от армии России. Сейчас все-все-все обработают. Семь-все помолвают. И сегодня второй день. И знаете, что я хочу сказать? У меня с вчера вообще не отпускает вопрос, то, что я вечером забыла. Потом до меня все-таки доперло, что я могу сделать. Я рассмотрела все видео, которые я вчера бы снимала, и слава богу, я поняла, что в Нью-Йорке, скорее всего, я оставила пакет, потому что там он еще был. А на следующем видео в Чендеме уже не было. И в итоге сейчас я иду. Попытка номер два. Все узнать. Потому что я вчера еще раз ездила. Ничего не нашла. Мы пришли буквально под закрытие. И сегодня целый день. Всем пыталась позвонить. Всем пыталась узнать что-то. Я звонил в диспетерскую службу. Сам Макс. Меня везде посылали. Честно, я вам скажу. Никто ничего не дал. Дала женщина. Да, один номер. Но меня там, знаете, как-то тун-тун. Идут в будки. И телефон никто не берет. Сразу трубки скидывают. И все. В итоге сейчас я все-таки позвонила своей маме. Слава богу, она ко мне пришла. Возможно, у нас когда-нибудь все-таки наладится отношение. Я на это дико надеюсь. И в итоге сейчас мне не так повезло. Я приехала не на той маршрутке, которая могла бы быть. Но время, деньги, как говорится. Дети сидят. И слава богу, что сейчас я все-таки иду. Узнавать, как там все-таки все пройдет. Я надеюсь, что я найду этот пакет. Если не найду, то у меня будет очень грустно. Потому что у меня сейчас ветер сильный. Потому что я там выбирала юркие вещи. Знаете, такие для садика. Тепленькие. И очки ему выбрала. И себе платье. И себе кофту. Очень будет обидно, на самом деле. Если я все-таки ничего не возьму. У нас сегодня, да, сильный ветер. И все-таки я сегодня вышла в платье. Первый, который я достала мне. Она очень сильно нравится. Я очень довольна. Так что если у вас такой же маленький размер, как у меня. Потому что на больших размерах там не было такой акции. Все маленькие. Даже мне маловато. Некоторые были. И, блин, платье за 40 рублей почти не взять. Это очень круто. Так что я очень рада попала, что на такие скидки. Я сейчас примерно так выгляжу. И мне она очень нравится. Она очень легкая, очень свободная. В итоге. Сейчас я иду. Когда дойду, скажу. Можешь меня поздравить? Та-дам! Сейчас вечер пройдет. Короче, я с такой захожу в этот Нью-Йоркер. И мне говорят, я говорю, что там вещей-то моих нет. Короче, смотрите. Они положили на кассу и ждали, пока я заберу. Блин, я не знаю, где такой сервис, короче. Это так круто. И я так обрадовалась, так запрыгала. Потом звоню мужик, говорю, что так и так. Все, короче, супер. Он мне говорит, давай, короче, покупай мне штаны. А ты ему штаны берет. Короче, я оплатила 4 магазина. И только в 5-м, в который я зашла в первый раз, девчонки взяла. Он такой крутой и серьезный. Потому что там, знаете как, там полно реально крутой одежды. Лучше, чем в гости мне качество. Я проверяла. И реально большие размеры. Реально дешевые. Реально там закипывают 700 рублей. И тоже очень круто. Сейчас я иду в аптеку, поеду. По делам. На Максави. Так, я же вам не показала конец. Короче, вот это штаны для Йорсайя взяла попробовать в Модисе. 300 рублей всего. Мне кажется, это прекрасно. Взяла еще одну такую футболочку. Тоже на вырос все беру. 110 размер. И там две футболки покупаешь, грубо говоря. И там за это какая-то скидка дает, какая точная, не знаю. Но несколько одежды там нормально. Такая, знаете, все равно здесь чувствуется хлопок. Но на осень будет самое то. Только из Глори Джинс в мой пакетик, который потерялся. Так, смотрите. Я взяла такую же футболку, которую я показывала, но на размер больше. Потому что мне Таня очень понравилась, как сидит. А вот на размер больше самое то. И стоила она у нас 300 рублей всего. Я не понимаю, почему. Вот смотрите. Вот Юрчикова. Самый-самый обычный, понимаете? Тоненький-тоненький такой. С маленькой плюшкой внутри. И стоит он 549 по скидке. Вот, блин. Почему взрослая одежда такая цена у взрослой и такая цена у маленького? Я не понимаю. Но я ему взяла, короче, в сад там, если что. Но, правда, сейчас ему большой, скорее всего, будет. Но на осень, на зиму со мной кто? Дальше. В Глории тоже взяла штанишки. Вот такие. Самые-самые обычные штаны. 549 рублей. Блин, за что я не понимаю. Юрчику взяла. Тоже на вырос все. Такая футболка, но она, походу, очень большая. Я что-то не рассчитала, наверное. 220 рублей. Блин, мне нравится, честно. Дальше. Такая футболка. Она, скорее всего, такой же размер и такая же или не такая же. 250 рублей. Короче, пускай будет, почему нет. Ребенку не жалко. Платье вот такое вот, я показывала, синее. Я себе взяла. Слава богу, ее никто не вытащил. Так, Глория у нас все. Потом я сегодня зашла в фонды и посмотрела, шорты померила. Но мне не понравилось, как на мне сидели. И в итоге я все беру детям, как обычно. Ну, мамы меня поймут. Физ, какая крутая футболка. Всего 200 рублей, блин. Я не знаю. Я буду туда заходить за детскими вещами однозначно. Потом, когда будет необходимости себе футболочку. Так, знаете, просто чтоб была. Если там куда-то выбежать быстренько. Такая, знаете, не особо такая. Вот я когда шла, зашла вот в этот магазин. Он так называется. Шоп онлайн. Ну, что-то там, что-то там. Короче, там полной, как я говорила, уже много мужской, женской одежды. Вот такие вот я штанцы взяла. Размер самый большой. Не знаю, как подойдут, не подойдут. Но заказ был. Штаны прислали, можно сказать. И, блин, качество реально лучше, чем в осени. Мне оно намного больше понравилось. Сейчас будем мерить. Сейчас будем пробовать. Еще я взяла такую футболочку. Я забыла показать. Вот такие вот тихо очки. Попробую тилочку. Надеюсь, понравится. Я взяла дыню попробовать первый раз в этом году. Мне сказали, такая лучше. Я хотела торпезу. Но сказали, вот такая пока еще как раз. И я ее взяла попробовать. Всем приветики. У нас сегодня такая посылочка пришла. Ну, я не знаю, как это сказать. Короче, здесь сухпаюк от армии России. Это вообще так прикольно, интересно. Я уже все разобрала. Самое интересное, что он почти просроченный. До 2019 года. Здесь некоторые позиции до 2020. Так что я не знаю, будем мы его пробовать или нет. Здесь шпик соленый, консервированный. Не знаю, такие здесь жестяные банки. Даже не жестяные, а не полужестяные. Такие мягенькие, мягенькие. Не знаю, почему они такие. Какая-то таблетка. Вот, смотрите. Поливитаминный комплекс. Там целая инструкция, как его принимать. Одна таблетка входит. Это вообще, не знаю, зачем это сделано. Пюре яблочное. Не знаю, будем мы проводить или нет. Но просто так посмеяться. Салфетка входит в комплект. Так. Несколько пакетиков чая. Штучек 4-5 тут. Ну, здесь целое описание есть, на самом деле. Что сюда входит. Кому интересно, можете прочесть. Мне вообще интересно такую штуку посмотреть. Вообще, мясо с фасолью и овощами. Выглядит, конечно, аппетитно. Но, я не знаю, по сроку годности надо посмотреть. Несколько пачек таких галет всяких разнообразных. Штуки 4, наверное, таких пачки. Мне кажется, они безвкусные. К нему как раз, наверное, идет пюре из яблок. Там еще чего тут? Максим, мне тут мешается. Икра из овощей. Вот эту штуку я, возможно, попробую, если она не просрочена. Потому что мне интересно попробовать все это такое. Паскет печеночный. Может быть, тоже бутербродики сделаю, кто знает. Потом посмотрим. Вот такие пакетики у них сахара идут целые. У их штуки 3, наверное, точно идет. Вот видите, повидло яблочное. Наверное, с галетами их кушать. Потому что больше такого сладенького я ничего там не видела. Дальше. Фарш колбасный любительский. И это вообще прикол. Что? Тефтели из говядины. Интересно, будут нормальные? Нет, надо попробовать будет. Каша рисовая из говядины. Я вот такие вещи никогда не понимала. Может быть, муж оценит, кто его знает. И еще я увидела такой разогреватель портативный. Я не знаю, что это такое. Но попробовать можно, чтобы смотреть, что это все-таки. И сейчас я сделаю себе бутербродик с кофейком и сыром плавленным. Сейчас попробую. Не знаю, отравлюсь, не отравлюсь. Но мне интересно. Еще офицерский шоколад. Так что сейчас я Юрке дам попробовать. Такая маленькая шоколадка. Я думаю, это горький. Но, блин. Офицером может быть нормально. Нам в реальной жизни побаловаться, поиграться. Почему нет? Ну что, мои дорогие. Work продолжается. Теперь я решила заняться за ванну. Сейчас буду пробовать вот это вот средство. Это налет ржавчины. Сейчас я замою всю ванну. Давненько здесь, на самом деле, не убиралось. Надо все обновлять. Сейчас я все-все-все обработаю. Стины помою. Сейчас вот это вот выкинуть уже надо. Вот у меня здесь такие штуки остаются розовые постоянно. Надеюсь, отмоет. Я вот, на самом деле, очень рада, если все-таки у меня что-то с этим выйдет. Ой, чувствуете, сразу запах пошел у меня. Неприятный какой-то сразу же. Убираться, 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 еще раз убираться. Пока погода, знаете, такая противная дома. Ну, не дома, на улице такая. Там ветер очень сильный. Поэтому я с детьми пока еще не ходила гулять. Хотя надо. И пока что я сижу дома. А если я сижу дома, значит, надо заниматься важными делами. Правильно? Чего дома сидеть? Просто так. Когда ездила. Вчера посмотрела вопрос-ответ от Алуси Погодаевой. Она ответила на мой вопрос. Господи, это такое счастье, такой прилив сил вчера был. И, возможно, я тоже потом доберусь до кухни. Она там рассказывала, как делать минимализм в квартире. И мне эта тема очень затронула. Мне очень стало интересно попробовать. И, честно, реально намного круче, когда, знаете, мало вещей, которые тебя заботят. И жить намного проще, я думаю, станет. И потом я надеюсь, что кто-нибудь вы ставите меня в пример. Что у меня все... Смотрите, у меня двое детей, допустим. И мы хорошо все чисто и так далее. У меня же такое все супер запущено. Из-за того, что я просто ничем никогда не занималась. Просто потому, что мне это не надо было. А сейчас мне надо стало, и я пошла заниматься. Почему нет? Правильно? Не все сразу приходит. Москва не сразу строилась и так далее. Это мое личное мнение. И меня отвлек сейчас Максимка. И сейчас я вооружилась, можно сказать. Да, где фокус? Где фокус? Во. Так, сейчас я это все буду перемещать. По-быстренькому. Вот этот пробник потом как-нибудь здесь пригодится. Постираем с ним. Хотя, может, я сейчас его как раз добью. Сейчас я это все быстренько уберу. И тоже нанесу это средство. Вы хоть представляете, как обидно. Я ее пыталась снять. Как не пыталась, она вообще не снимается. Блин, это очень сильно обидно. Я ее хотела снять. Здесь все стены нормально помыть. Придется, походу, так. Честно скажу, я здесь еще ни разу в жизни не убиралась в своей. Потому что мы здесь, как говорила, уже живем 3 года. И здесь я вот ни разу, честно, не убиралась. Сейчас я буду все это делать впервые. Но запах, конечно, тут ядреный стоит. Тут нечего говорить. Блин, она так и хотела, чтобы она снялась. И все никак. Очень обидно. Ладно, посмотрим, что у меня выйдет. Я надеюсь, получится хорошо. Как-нибудь надо будет подлить. Зеркало я сняла. Сейчас вот это все вот так вот просто помоем. Плюс стену тоже можно. Плохо. На брызгах тяжело так. Тяжело надавливать. Это ерунда. Я не удивлюсь, если я что-то не так поняла. Потому что в инструкции я только сейчас почитала. Я сейчас попыталась все это замылить. Нифига не получилось, как вы видите. И написано было сейчас. Я только прочитала, что это нужно наносить на влажную поверхность. Смоченную водой. Ну, посмотрим. Пока мне средство вообще не понравилось. Оно вообще ничего не сделало. Та же самая, как это санита. Антиржавчина. И да, лучше работает. Хотя стоит в два раза дешевле. Ну, посмотрим. Если результат будет плохой, я, естественно, больше брать это в жизни не буду. Потому что столько возни. Мне оно ни к чему. Я хочу упростить свою жизнь. А не только это. Знаете? Выжимать все из пальца и танцевать с бутном. У меня нет ни времени, ни желания. Так что мне оно пока что, на первый взгляд, совсем не понравилось. С раковиной, конечно, у меня дела обстоят намного лучше. Потому что она мне не такая в хламину. Достаренная. Вот моя щёточка любимая. Просветил со мной огонь, воду и медные трубы. Так, о, видите? Сколько у меня там грязи. Это вообще кошмар какой-то. Что-то я попадала чуть-чуть замыть. Кстати, я сейчас вчера смотрела штативы и завтра я, скорее всего, съезжу за штатьем себе куплю, потому что так невозможно держать камеру. Вам ничего не видно, мне неудобно. И всё-таки я посмотрела магазин, сколько стоит, и посмотрела на Юлия. На вид ещё я не заглядывала, но Юлия мне уже этим понравился. Так, я уже списалась к человеку, и, скорее всего, на днях я уже схожу и приобрету. Будет мне счастье блогера начинающего. Так, вот чуть-чуть потом микрофон надо будет пустить. Но я думаю, вы понимаете, чтобы звук был хороший. Так, это я сделала. Теперь я чуть-чуть... Блин, как её мыть-то потом, споласкивать? Вот вопрос непонятный. Совсем. Вон, сколько грязи льётся. Так, это я всё по второму разу. Там надо. Обязательно, обязательно. Так, здесь стеночку надо по-любому. А то вообще невозможно так жить. Так жить никак. Так, 3-5 минут, я думаю, прошло у меня со времени. Вот, объясните мне, почему я раньше этим не занималась? Всё стало намного чище. Господи, это ванна. Почему я не могла помыть в ванне? Вопрос. Я не знаю. Потому что мне не надо было. Но, блин, я вижу, как всё на глазах преображается. Я прям получаю кайф. И как я рада всё-таки, что я открыла свой канал. Потому что если бы я сидела дома и ничего бы не снимала, у меня не было бы стимула, я бы, так, скорее всего, и не начала бы ничего делать. А если начала бы делать, то если там какие-нибудь родственники приедут, так, знаете, к детям посмотреть. По факту я бы ни черта не делала, как сейчас. Допустим, наводить какой-то минимальный порядок. И чтобы это входило в систему какую-то, знаете, чтобы не один раз убраться раз в год на Новый год. А вот так вот полномерно каждый день где-то что-то убирать, где-то приводить всё более-менее в хорошее состояние. Я очень рада. Я очень довольна. Смотрите, я не знаю. Может быть, мне глаза приелись, может быть, нет. Я не вижу особо разницы. Ну да, здесь немножко камень под смысл розовый. А здесь я не знаю. Может быть, мне реально уже в глазах что-то непонятно. Но я не вижу, чтобы этот тресло прям хорошо-хорошо очищало. Не вижу. Хоть убейте. Не знаю. Мне оно не нравится. Я его больше повторять не буду. В общем, как-то так у меня получилось. Пока я больше не буду сниматься. И пока что меня результат более чем устраивает. Сразу скажу, что у меня не было такого настроения сейчас. Драйвить всё до последней, я не знаю, пылинки, соринки. Потому что я сейчас просто наводила общий порядок. И для меня сейчас, как для поддержания, это более чем достаточно. Если кому интересно, какая у меня была ванная вообще в начале, когда я только завела канал, проходите, смотрите. Я вам добавлю подсказку, потому что это полный трэш. Сейчас она мне выглядит намного лучше, чем была. И я этому несказанно рада. Кстати, вот это вот шампунь и кондиционер для окрашенных волос от Олин. Кондиционер крутой. Шампунь у меня очень сильно сушит волосы. У меня осталось буквально четверть, скорее всего. Потом я куплю чем-то другое. И вот это мне не понравилось. Мне очень сильно пересушивает волосы. И больше я убрать не буду. Ну, а так для поддержания вот это вот. Я не могу. Мне очень нравится. Сейчас я буду разбираться в остальной части. Вот это вот всё перекладывать обратно. Потому что я много чего доставала с антресолей. Половину, возможно, я даже выкину. Потому что я хочу минимализм. Как бы это странно не звучало, как у Луси. И, не знаю, я пересмотрю своё отношение к вещам. Я хочу как-то изменяться в лучшую сторону. Хочу, чтобы всё проходило намного проще и быстрее, чем сейчас. Я трачу всё на это время. И как-то так. И я очень довольна своим результатом, честно. По чуть-чуть. Вот каждый день, если так делать, то будет, конечно, огромный результат. Я надеюсь. Вот. В общем, какой-то такой результат у меня получился. Я знаю, мы скромненько довольно живём. Зеркало мне больше, к сожалению, не отмывается. Я, скорее всего, её потом выкину и новое куплю. Но пока что у меня такой результат. Я тут немножко разобралась. И стала намного, честно, лучше и свежее. И просто круто. И просто не страшно теперь здесь ребёнка мыть и так далее. Я прям очень довольна. Вот ржавчина у меня её когда-нибудь добью. Вообще, если честно, я не хочу сильно заморачиваться по ворону этой ванны. Потому что она совсем неудобная. У неё нету спинки. У неё просто нету спинки. И я хочу себе ванну потом купить со спинкой. И желательно в новом жилье, возможно. Я не знаю. Мы здесь не факт, что останемся на всю жизнь. Потому что время идёт, дети растут. Но сейчас меня вот такой результат более чем устраивает. Я очень сильно довольна. Я сегодня молодец. И в ближайшее время я буду то же самое проводить в других комнатах. В других местах, допустим. Так что я стараюсь. Я не сижу на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...